Для меня лично, при том, что я каждый день что-то читаю, значит, китайская Китай и так далее, наибольшая загадка – это нынешняя китайская идеология. Дело вот в чем, что в Китае происходят процессы до смешного, параллельно и российским, уже на протяжении нескольких десятилетий. То мы по этому поводу ругаемся, когда мы цапались за то, какая страна более коммунистична, а кто ревизионист. Это было достаточно давно, но это было забавно. То у нас устраиваются компании, то у нас в 60-е годы при Хрущеве, то у китайцев при Мао Цзэдуне, до смешного похожие, когда бегают люди, там режут широкие штаны или длинные юбки, или короткие юбки, наоборот. В Китае уничтожали Воробьев. То есть такая вот шла совершенно яростная борьба за правильную диалогию, за праведность, скажем так. И дальше, когда начались реформы, Китай началась реформа раньше нас, лет так на 10-15. В принципе, очень похожие, но они, к сожалению, для нас пошли, как мы видим, по итогам экономики, по более правильным путям. И вот сейчас для меня самый важный вопрос, который пытаюсь понять, вместе с китайцами, они тоже пытаются его понять, они ведут там между собой яростные споры. Это что такое китайские национальные ценности, которые Китай может предложить миру на экспорт, если хотите. При том, что сам Китай, вся культура, которая там несколько тысяч лет, она на удивление не агрессивна. Китай никогда ничего не экспортировал по части ценности и идеологии. Просто им это было не нужно, но вопрос в том, что об этом спрашивают другие люди. Когда Китай доказал любящему деньги западному миру, то, что он может выстроить, основываясь на какой-то другой системе ценностей, идеологии, экономику, более эффективную в чем-то, и это сделать за рекордные сроки, сделать вещи, вырвать из нищеты 300 или 500 миллионов человек, разные есть оценки, за короткий срок ни одна, страна Запада такого не смогла с капитализмом. Китай смог. И возник вопрос, что же такого с китайской системой, что делает ее более эффективной, чем западная. Но речь шла в основном поначалу только об экономике и государстве, соотношении бизнеса и государства, что здесь эффективно, в чем китайцы завалятся. Есть целая индустрия, издаются книги о том, почему и как Китай завалится. Уже лет 20, как они это пишут, а он все не заваливается. Что интересно. Китайцы никогда не меняют название без крайней необходимости, чтобы никого не обижать. У них до сих пор партия называется коммунистической. Хотя, когда я попал в Китай в начале 90-х, до того, что я занимался китайцами вне Китая, то мне там очень быстро объяснили опытные партийные аппаратчики, российские, бывшие, советские, задав несколько вопросов китайцам, что у них советская система давно уже разрушена, у них совершенно другая роль партии, чем у нас. Коммунизм в Китае приказал долго жить в начале 90-х. То, что у них сейчас есть, это нечто совершенно иное, напоминающее скорее Сингапур, или в какой-то степени, допустим, даже Японию, чем-то напоминающее нас. Это может быть и однопартийная система, но она по части идеологии, но они настолько пострадали от культурной революции, что у них это очень легко прошло. Они не поменяли название, красные флаги, символику и прочее, но изменились ее содержания полностью. Проблема была в том, что у китайцев где-то к 2000 году стало понятно, что у них тотально капиталистическое общество, я не хочу сказать западное, оно не западное, оно китайское, но по части идеологии возникает некоторое провисание, расплодилось коррупция, и они стали искать активно свои собственные ценности. Я недавно читал такой очень смешной перевод конфуции на американский язык, и даже написал об этом колонку, о том, что такое конфуцианство, выражаясь современным языком, и насколько оно демократично. То есть они пытаются подогнать китайские ценности, эти американцы, под какие-то свои понятия и понять, в чем они похожи, в чем нет. Я сейчас не буду давать развернутый ответ на то, что такое эти китайские ценности. Я только хочу, чтобы зафиксировать, собравшую себя одну простую мысль. Они их, так как и мы сейчас, пытаются определить, ранжировать заново, выстроить приоритеты, какая ценность там на первом месте, какая на втором, и что такое конфуцианство, сегодняшнее применение к сегодняшнему обществу. Вот в этом, я думаю, что нам интересно с ними взаимодействовать, выяснять все-таки, к чему они пришли, и показывать, к чему пришли мы. Очень будет смешно, если окажется, что мы пришли к одному и тому же. В принципе, завершая затупление, я скажу свое поделение. Конфуцианство – это классическая консервативная система взглядов на общество и отношения людей, которая в западной цивилизации возникла в эпоху просвещения. Но, правда, в Китае возникло на две с лишним тысячи лет раньше, чем во Франции, но это как бы нормально. И эта система, как ни странно, работает, потому что она пронизывает отношения китайцев между собой, и никакая культурная революция не смогла изменить. Продолжение следует...